Главная ценность любого предприятия – люди. Именно поэтому в компании «Фосагра» уделяется повышенное внимание вопросам производственной безопасности. Обеспечение сотрудников современными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой не является достаточным для предотвращения всех происшествий на производстве. Изменить отношение работников к собственной и коллективной безопасности, повысить уровень личной ответственности и вклада каждого работника в обеспечение безопасного и непрерывного производства – основные цели проекта, запущенного в Балаковском филиале «Ау Апатит» осенью прошлого года. Называется он «Трансформация культуры безопасности». Его участниками на первом этапе стали сотрудники двух пилотных цехов – минеральных солей и фосфорных удобрений. На днях в рамках стратегической сессии были подведены первые итоги. «Первый этап, который у нас уже тоже здесь проходил, был связан с оценкой нашей культуры при проведении огневых и безопасных работ. Проводился он у нас ЦФУ, ЦМС, были пилотные цеха. Он, естественно, дал свои плоды. Изменение подхода к выполнению этих работ, оно, конечно же, изменилось. Я не скажу, что мы стали отличниками, но я думаю, что и строечников мы хотя бы перешли в хорошистые». Руководство компании «Фосагра» поставило перед коллективами предприятий цель добиться отличного результата и нулевого травматизма. Она достижимой, считает Дмитрий Козлов, генеральный директор компании «Тектис». Именно ее специалисты помогают коллективу предприятия повышать культуру безопасности. Для этого был создан центр трансформации, в который перевели 14 сотрудников различных подразделений, прошедших специальный отбор. Все прошли обучение по культуре безопасности, риск ориентированному поведению, проведению аудитов по огневым и газоопасным работам. Почти год реализации проекта принес позитивные плоды, уверены руководители пилотных цехов. «Сейчас культура, она видна. Есть ограждения, есть сигнальные ленты. Персонал, который выполняет работы, он уже начинает именно с этих подготовительных работ и сами люди проводят эти работы на другом уровне». Всего в рамках проекта было проведено 350 аудитов огневых и газоопасных работ. В результате внедрения корректирующих мероприятий на 30% снизилось число несоответствий нормам их поведения. «Почему тот подход, который мы выбрали, дал этот результат? То есть это фокусировка. Взяли определенные цеха, определенное направление, огневые и газоопасные работы, четко структурировали, чего мы хотим добиться и, соответственно, добились. И это действительно серьезное достижение, поднять безопасность практически до 90% в соответствии требованиям, в соответствии поведения внутри огневых и безопасных работ подрядчиков. Это дорогого стоит». Но работы еще очень много. В этом участники стратегической сессии убедились не за круглым столом, а во время проведения охоты на риски в одном из пилотных цехов. Охотников разделили на пять групп. Каждая, следуя по своему маршруту, училась оценивать обстановку и выявлять риски. Ведь даже случайно оставленный на лестнице гаечный ключ может стать причиной происшествия. Что уж говорить, например, о шатающихся поручнях или отсутствии предупреждающих знаков. Многие участники стратсессии вышли на охоту на риски впервые. Впечатлений было хоть отбавляй. «Есть сомнения в собственных компетенциях. Бывало так, что ты смотришь на это и действительно сомневаешься, стоит ли это озвучивать, не будешь ли ты выглядеть глупо». Задача была все вместе отработать, найти вещи, которые мешают. Сразу в глаза бросается, что представитель цеха всегда старался оправдать. Все нормально, когда мы понимаем, что это так и надо. Здесь почти что никто не ходит. «Оправдать, нежели сказать «спасибо», потому что некая привычка, что сейчас ты скажешь «спасибо, что нашли», тут же тебе добавят сверху. Увидели защиту от хозяина территории. Можно я применю такой термин? «Владельцы территории». «В первую очередь нужно начать с себя. Каждый человек должен начать с себя. Понимать, что если он соблюдает правила техники безопасности, промышленной безопасности, соответственно, это будет транслироваться на других. Ну а в первую очередь, конечно же, это касается руководителей как моего уровня, так и руководителей начальников цехов и линейных руководителей. Своим примером именно показывая, что промышленная безопасность, охрана труда – это не пустые слова. Это действительно наша работа, правила, которые мы должны соблюдать». Аналогичные стратегические сессии прошли на всех предприятиях компании «Фосагра». Впереди следующий этап реализации проекта и масштабирование опыта, полученного в пилотных цехах на все структурные подразделения балаковского филиала «Ауапатит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова